Добрый день! В эфире Ирявонг ТВ. С нами на связи военный и международный обозреватель, главный эксперт фонда наследия Евразии Александр Артамонов. Но ведь очевидно, я об этом говорил еще первый президент Армении, что Армения, находящаяся в тюркском мире, в мире большой тюркской цивилизации, культуры, может ощущать себя хорошо и быть стабильной, только сохраняя полный контакт с Российской Федерацией. Никаких других шансов в Армении нет. Как бы вы ни относились, как бы кто ни относился к России, это просто, ну скажем так, геополитическая логика. Обычно сражаются за тех, кто сам хочет умирать за свое дело. И в данном случае армянам пора браться за оружие и серьезно понимать, что пока они сами не начнут проливать свою армянскую кровь, не будет никакой помощи ни от кого. Но этот шанс уходит как песок между пальцами буквально каждый день, каждую минуту. Потому что если завтра НАТО приобретет под себя и для себя большую Армению, то извините, я тогда действительно буду вынужден сказать, что у Азербайджана есть все шансы устроить на месте Армении и Ереванское ханство, как они того хотят. Поэтому Армения должна действовать буквально сейчас, чтобы завтра не было поздно. Армянский народ нуждается в очень большой встряске. К власти должны прийти люди, может это будет армия. Потому что в Армении есть сильная армия. До сегодняшнего дня 71 тысяча человек это армянская армия. Она есть. Есть резервисты, есть неравнодушные люди, есть, простите, бывшая глава разведки, которые теперь командуют футбольным клубом, насколько я знаю, в Нынсян, есть другие люди. Есть, наконец, простите, ваш отец Айг Борисович Бабуханян, который великолепно понимает, постоянно выступает на страницах русской прессы, стоит по главе движения, сильная Армения в союзе с Россией, за союз с Россией. И что? Эти армяне должны реально стать суверенными армянами, то есть отвечать за свое собственное государство. Потому что сейчас речь идет о выживании народа. Народ, лишенный земли, умирает. Призывы армян из Арсаха. А вот Россия могла признать Арсах, причем здесь большая Армения. Но, вы знаете, еще раз, требовать от России, чтобы она признавала чужой эксклав, то есть территорию, находящуюся отдельно, не имеющую границ с Россией, и за это воевала, когда Россия сейчас уже воюет, это немножко странно. Армения сидела бы рядом, смотрела бы и говорила, иди, русские, иди, воюй. Добрый день, Александр Германович. Спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый день, Заруб, Рисуссер. Здравствуйте. Александр Германович, первая половина осени выдалась очень активной в плане военных конфликтов, которые вспыхивают то тут, то там. События в Карабахе, потом в Израиле, события, которые мы наблюдаем на Украине, в Сирии. Давайте подробно поговорим, что происходит, есть ли взаимосвязь между этими событиями. И, наверное, начнем с событий в Арцахе. На ваш взгляд, почему эти события произошли именно в сентябре, этим событиям предшествовало 10 месяцев блокады? И вот были ли другие сценарии развития событий, на ваш взгляд? Вы знаете, вы задали, конечно, очень тяжелый, комплексный вопрос, Зара. На самом деле, наверное, я постараюсь ответить на него с конца. Были ли какие-либо другие сценарии возможного развития событий в Арцахе? На мой взгляд, были. Были по той причине, что с самого начала существовал некий мирный план, который защищал Сергей Викторович Лавров. Человек, всегда с симпатии относившийся к армянскому народу, знающий его великолепно. Так вот, именно этот сценарий почему-то не был учтен с самого начала лидером Арцаха, еще до Пашинянов, потому что речь шла о тех протоколах, о тех договоренностях, которые практиковались в течение достаточно долгого времени, оставали в силе между Апрельской войной и Второй Карабахской войной, как это называют Баку. И, тем не менее, наблюдалось, я сказал бы, было окружение от успехов. Мне это было окружение от успехов очень удивляло, потому что, несмотря на то, что очень любили рассказывать Ереване, в результате Апрельской войны, все-таки Азербайджан какую-то часть территории отпоевал для себя. То есть уже заведомо было ясно, что события готовятся тяжелые, и что азербайджанская армия к этому активно готовится. Я даже не говорю про то, что оборонный бюджет Азербайджана уже в те годы был крайне велик. И было ясно, что такие бюджеты люди утверждают тогда, когда готовятся к серьезной конфронтации. Далее, после того, как произошло то, что произошло в ходе Второй Карабахской войны, я беседовал с Каренеги в Оркеан, беседовал с многими другими людьми, великолепно знающими регион, сам родом с Северного Кавказа. И я знаю, и знаю очень хорошо, что, наверное, те мероприятия, которые готовились с армянской стороны, были недостаточны. Тогда говорили о том, что создают школу беспилотников боевых на территории Большой Армении. Говорили о мобилизации, которую нужно проводить. Но ведь очевидно, и об этом говорил еще первый президент Армении, что Армения, находящаяся в тюркском мире, в мире большой тюркской цивилизации, культуры, может ощущать себя хорошо и быть стабильной, только сохраняя полный контакт с Российской Федерацией. Никаких других шансов в Армении нет. Как бы вы ни относились, как бы кто ни относился к России, это просто, скажем так, геополитическая логика. И именно этого я не вижу и не видел в течение всего того времени, когда, собственно, наблюдал за развитием событий в Армении. А что я видел? Я видел Пашиняна, который последовательно шаг за шагом сдавал позиции армянского народа людям, которые с самого начала называли, и вы должны знать об этом, Армению Западный Азербайджан. Вся территория Армении считается Западным Азербайджаном, потому что об этом официально было сказано, заявлено президентом Азербайджана, который потребовал еще в декабре прошлого, теперь уже прошлого, 2022 года, возвращения полутора миллионов азербайджанцев на территорию того, что он назвал Западный Азербайджан, то есть Большая Армения. Уже тогда было ясно, что Арцах обречен, если не пойти на какие-то шаги. На какие шаги мог пойти Ереван? Но, наверное, прежде всего признать Арцах во время Карабахской войны участвовать в боевых действиях, а не наблюдать, с другой стороны, Лачинской дороги, как происходят события. Наверное, тогда бы не удалось так легко азербайджанцам захватить Шуши. И мы знаем, что эта операция проводилась спецназом, и спецназом очень серьезным, не просто азербайджанским, а турецко-азербайджанским спецназом. Наверное, Николай Лаваевич Пашинян должен был помнить события в Киликии 101 год назад, когда французы гарантировали армянам неприкосновенность, а потом холодно и спокойно смотрели, как турки резали армян. Обо всем этом хорошо известно. Если известно мне, а я не армянин, я русский с адыгской кровью, так вот, наверное, об этом знает и Николай Лаваевич Пашинян. Удивительно, что он этого не замечал. Удивительно, что Жерайер Сефелян, кооптированный французской разведкой в Ливане, глава партии САС ЦРЭР, продолжал пользоваться полной поддержкой со стороны Пашиняна, который ради него даже менял законы страны, и гарантировал ему неприкосновенность, как и его ультраправой партии, призывавшей к полному выводу русских за пределы Армении. Удивительно, как существовали вообще ультраправые партии, как Орлы, есть такая партия, ультраправая, как многие другие партии в парламенте, которые не видели просто своих собственных интересов. Я не говорю ни о чем, я говорю о интересах Армении. Я всех призываю заботиться о своих собственных интересах. Не о интересах России, не о интересах Запада. Но где здесь интересы Армении, простите, когда армянами в данном случае командует диаспора, которая является армянской часто только по духу или по фамилиям. Но какое дело армянину, проживающему в Америке, до того, как будут жить армяне, где-нибудь там в районе Дадиванка или, так сказать, Сотха, соответственно, на границе с Азербайджаном, или в районе Сюника. Да, он будет говорить, что он армянин, но он при этом будет прицеливать свои собственные цели. Его будет устраивать, если армяне будут погибать за какие-то интересы, которые касаются диаспоры. Диаспора есть диаспора. Диаспора не делит с армянским народом ни бед, ни страданий, ни проблем. У диаспоры может быть много денег, но она не является частью страны для меня. У всех крупных наций есть свои диаспоры. И у русских, и даже у такой небольшой нации, как адыги, тоже есть свои диаспоры. Поэтому, исходя из этого, я не понимаю до конца интересов, и не вижу интересов Армении в том, что произошло. Я понимаю, что Пашинян, по крайней мере, есть такие сведения, был два года назад кооптирован британской разведкой МИН-6. То есть эти решения, которые сейчас он принимает, идут в разрез с интересами Армении. Не удержав Арцах, Армения сейчас констатирует приход на территорию Карабаха в Арцах войск НАТО. Это не изорбажанские войска, это войска НАТО. Теперь возвращение армян в Карабах, в Арцах, в Сепанакерд, который изорбажанцы называют Ханкенди, возможно только в одном случае. Если НАТО откатится, если НАТО будет разбито на Ближнем Востоке. Мы это понимаем. Я считаю, что эти события повлияли в чем-то на стратегического союзника Армении, Ирана. Потому что то, что происходит сейчас на территории Израиля, на мой взгляд, напрямую связано с тем, что произошло в Арцахе. То есть вы считаете, что эти события взаимосвязаны? Они напрямую взаимосвязаны. Я вижу логику, по которой работает Хамас на территории Израиля, военную логику, я военный эксперт. Я вижу подготовку. Я понимаю, кто мог обмануть, на минуточку, Синбет, это израильская контрразведка, и Моссад, это общая разведка. Я понимаю, что оружие, которое, скорее всего, завезено в Палестину, не даст возможности израильтянам воспользоваться тяжелым вооружением, я имею в виду танки, потому что танки в городской зоне, если у палестинцев есть то самое оружие, о котором я говорю, превратятся в мишель. Я понимаю, каким образом палестинцы могли связаться с украинцами, получить оружие с украинской маркировкой. Это уже правительственная работа, работа на уровне крупного государства. И я понимаю интересы Ирана, потому что Иран не будет холодно смотреть на то, как НАТО устраивает свои базы на территории Южного Кавказа. В данном случае это противоречит интересам Ирана. А мы с вами помним, что в Ереване есть только одна мечеть, которая осталась, это иранская мечеть. Ясно по чему? Да, голубая мечеть. И никак иначе быть не может, потому что Иран думает об Истанинской тройке, в том соглашении, которое было заключено по строительству путей, дорог между Большой Россией и Индийским океаном, думает о том, что он теряет позиции, если завтра Запад, а НАТО — это Запад, устроится на Южном Кавказе, и Иран, конечно же, находится в определенных отношениях, я их дружественно назвать не могу, с Азербайджаном. Мы помним об инциденте в посольстве Азербайджана, совсем недавно произошедшем. Мы понимаем, каким образом Иран реагирует на ремилитаризацию Азербайджана, и на союз турок с Азербайджаном, и на девиз «Один народ, два государства» Ржепа, Таипа и Эрдогана, потому что на сегодня нет никакой азербайджанской армии. Нет грузинской армии, есть турецко-азербайджана, грузинский контингент в составе войск НАТО. И с этой точки зрения Иран проигрывает, потому что на границах с Ираном встает Североатлантический альянс с мощью 32 стран. И естественно, Иран это не устраивает. И он ударил по своему исконному врагу Израилю. На руку ли это Армении? Да, на руку. Но, вы знаете, здесь есть еще одна вещь. Обычно сражаются за тех, кто сам хочет умирать за свое дело. И в данном случае армянам пора браться за оружие и серьезно понимать, что пока они сами не начнут проливать свою армянскую кровь, не будет никакой помощи ни от кого. То же самое касается, извините, на этом я закончу свою реплику, даже тогда, когда люди одной национальности. Посмотрите, сколько Донбасс проливал свою кровь, пока большая Россия не решила за него вступиться. Это продолжалось очень долго. И были добровольцы. Но, простите, в Арцахе были тоже армяне добровольцы. Я знаю даже французских армян добровольцев, которые сражались в Арцахе. Но я не видел там армянской армии. По этому поводу я хорошо понимаю, что помогать и за рубежа, и Иран, и Россия будет только тогда, когда армяне сами возьмут судьбу своего народа в свои руки. И в данном случае не надо лить воду на мельницу некоторых азербайджанских политиков, которые именно потому называют армян племенем, а не народом, потому что не видят линии государства. Они не видят, чтобы армяне реально сами отвечали за свое государство. Они искали поддержки из-за рубежа. Кто-то придет, кто-то поможет. Суверенная нация готова умирать за себя. И должна умирать за себя. Тогда помогут другие нации. Вот, собственно, это линия поведения и равна. Я, коль скоро заговорили об Иране, все-таки напомню, что в Иране 38 миллионов азеротюрок, которые вроде бы должны быть солидарны с азербайджанцами, но они не солидарны с азербайджанцами. И попытка МИ-6 британской разведки завести два Астана, Астана это провинция Ирана, для тех, кто нас не понял, которые, кстати, носят даже название Азербайджан, и поднять их на некую борьбу против иранской власти, ничего ровным счетом не сумело сделать, потому что азеротюрки, проживающие в Иране, абсолютно солидарны со своей властью. И армия укрептована ими в значительной части. И Али Хаминеи тоже этнический азербайджанец, как я говорю, азеротюрок. Поэтому азеротюрки Большого Ирана смотрят на Азербайджан приблизительно как русские смотрят на украинцев. То есть это люди, которые стали очепенцами для Большого Ирана. Они им не будут помогать, и не будет никакой солидарности, хотя есть и другие шииты. Поэтому, исходя из этого, у Армении есть шанс, но этот шанс уходит как песок между пальцами буквально каждый день, каждую минуту. Потому что если завтра НАТО приобретет под себя или для себя Большую Армению, то, извините, я тогда действительно буду вынужден сказать, что у Азербайджана есть все шансы устроить на месте Армении и Ереванское ханство, как они того хотят. Поэтому Армения должна действовать буквально сейчас, чтобы завтра не было поздно. На мой взгляд. Мы наблюдаем, что армянское правительство, как вы уже правильно отметили, оно постоянно ищет виноватых и перекладывает свою ответственность на других. Вот это вот обострение отношений, которое мы сейчас наблюдаем между Арменией и Россией, как вы считаете, оно вот с подачи западных сил происходит? Я считаю, что обострение отношений происходит, конечно, с подачи западных сил на территории Армении. Я не буду от вас скрывать, я совершенно не пропагандист, что на момент окончания Советского Союза российская элита была инфильтрирована западными агентами так, что кандидат американский президент Линдон Ларуш, сейчас он уже покойный, но он записал свое обращение, так вот он сравнивал тогда Россию с головкой сыра, источенной крысами. То есть настолько было много этих ходов, которые прогрызли тайные агенты и пятая колонна. Но с тех пор, как Россия стала освобождаться, это Вторая Чеченская война, это то, что произошло в Южной Осетии, это в дальнейшем Карабах и Сирия, в общем, Россия стала чистить свою собственную элиту. И на сегодня можно сказать, что те решения, которые принимает президент, министр обороны и министр иностранного дела Сергей Викторович Лавров, эти решения абсолютно суверенны. Не потому, что я русский, я так говорю, а просто потому, что вы видите эти решения. Россия помогла сирийцам, Россия была готова помогать армянам, поэтому вопрос стоит только за армянами. На территории Армении сейчас стоит 101-я дивизия ВДВ США, Кричащие Орлы, Crime Eagles, на базе, название которой похоже на ваше имя, база ЗАР. В то же самое время на территории Армении находятся французские военные. В очень больших количествах. Французские военные стали передавать свое оружие армянской армии. И это известно. Была попытка, когда оканчивалась Вторая Карабахская война, устроить тяжелую провокацию, чтобы ударить по России, когда с территории Армении была запущена ракета «Искандер-М», полетевшая в сторону Гянджи. Но эта ракета не сдетонировала, потому что у запустивших армянских фрондеров, сепаратистов, запустивших ракету, не было кода впуска. То есть они не могли привести боевое состояние к боеголовку. Ракета упала, но не сдетонировала. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что это была хитрая попытка сыграть на комплексах армянского народа и еще поднять мировую общественность против России. Мы понимаем, сколько разведывательных операций было проведено французско-американской разведками на территории Армении. И армянам казалось, что кто-то будет их защищать. Но я сейчас недаром вспомнил то, что было 101 год назад, когда армянам тоже казалось, что кто-то их будет защищать. И тогда тоже обещали Карабаху неприкосновенность. И было подписано много соглашений по поводу Арцаха и в 2020 году, 1921, и до этого, и где теперь эти соглашения. Их носит ветер, они лежат в архивах. По этому поводу желания постоянно договориться, каким-то образом договориться с Западом. Но посмотрите, что случилось в Югославии, которая договаривалась. Где сейчас Милошевич? Где Карашич? Посмотрите, простите, что с Украиной? Когда президенты Украины тоже обещали все гарантии. Виктория Нуланд, Франсуа Аланд, Ангела Меркель. И что стало с Украиной? 600 или 700 тысяч человек на кладбище. Наса разверена. Там даже радиоактивные уже осадки есть, потому что бы взрывались головки, боеголовки. Неужели этого хочет Армения? Я реально просто вам говорю, что на сегодня армянский народ нуждается в очень большой встряске. К власти должны прийти люди, может, это будет армия. Потому что в Армении есть сильная армия. До сегодняшнего дня 71 тысяча человек это армянская армия. Она есть. Есть резервисты, есть неравнодушные люди, есть, простите, бывший глава разведки, который теперь командует футбольным клубом, насколько я знаю, в Ницин. Есть другие люди. Есть, наконец, простите, ваш отец Айк Борисович Бабуханян, который великолепно понимает, постоянно выступает на страницах русской прессы, стоит по главе движения, сильная Армения в союзе с Россией, за союз с Россией. И что? Эти армяне должны реально стать суверенными армянами, то есть отвечать за свое собственное государство. Потому что сейчас речь идет о выживании народа. Народ, лишенный земли, умирает. Есть только один пример-исключение, это евреи, но мы понимаем, чего это стоило, сколько лет им пришлось ждать. По этому поводу, чтобы армяне не превратились в курдов, которые вечно просят о своей собственной земле, с ревеном Александра Македонского, сражаться надо уже сейчас, завтра уже будет просто физически поздно. Если кто-то, простите, предал интересы армянской нации, его надо устранять. Потому что иначе, простите, просто будет поздно. Посмотрите на Карабах, посмотрите на исход. 100 тысяч человек было на дороге. Я великолепно понимаю, почему погибли российские миротворцы. И что будет завтра? Рассчитывать на международное сообщество? Международное сообщество съест все, что угодно. Вспомните, как начиналась Вторая мировая война. Судеты, те же самые, раздел Польши. Никому не было ни для чего интересов никаких. Еще раз, формула, она едина. Сначала народ сражается сам, как афганцы. Афганцы справились с американской армией. Как в Сомали сражались африканцы. Везде одна, даже логика, извините. Как в Алжире это дело было. Как Палестина. Везде всегда одно и то же. Если армяне этого не понимают, то тогда, простите, извините, я вас помню Библию, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Россия за Армению выступать не сумеет. Призывы армян из Арцаха. А вот Россия могла признать Арцах. Причем здесь большая Армения. Но, вы знаете, еще раз, требовать от России, чтобы она признавала чужой эксклав, то есть территорию, находящуюся отдельно, не имеющую границ с Россией, и за это воевала, когда Россия сейчас уже воюет, это немножко странно. Армения сидела бы рядом, смотрела бы и говорила, «Иди, русский, иди, воюй!» Это что, как это? Куда бы это было похоже? Извините, я с вами говорю сейчас очень жестко, но иногда правда горькая лучше, чем добрая ложь. Я великолепно помню, когда было что-то не так для некоторых армянских партий, как обливали краской памятник Грибоедову, который стоит на юге России, забывая, что благодаря Грибоедову вообще Армения существует. Но таким, как Грибоедов. Я русским говорю, открыто будучи сам русским, что я категорически не согласен с тем, что Россия сейчас может потерять все то, за что она заплатила 200 тысяч своей жизнью. То есть, в том, что касается России, поверьте, я тоже говорю очень жестко. Но в данном случае нация должна доказать свое право на существование. Армянская нация, древняя нация. Я сегодня об этом говорю с кореной Геворкян, и еще раз могу только подтвердить то, что я сейчас сказал. Других слов у меня для вас нет. Прошу прощения. Александр Германович, вот вы вспомнили о начале Второй мировой войны. Можем ли мы говорить, что мы сейчас находимся вот уже в Третьей мировой или ожидается в преддверии, как вот на ваш взгляд? На мой взгляд, Третья мировая зара уже началась, и она активно идет. Мало того, я вижу органическое выстраивание фронтов Третьей мировой. Давайте с вами посмотрим, очень быстро пробежимся по этой теме. Есть Украина, но в Украине все то, что происходит сейчас, все понятно, но союзникам Украины выступает Азербайджан. Это не мои слова, это не инсинуация, он открыто об этом заявляет. Он поставляет продукты, горюче-смолочные материалы, возможно, беспилотники, потому что есть Шушинская декларация, по которой два президента, Турция и Азербайджан, подписали программу о совместном производстве беспилотников. Мы понимаем, что конфликт на Украине напрямую связан с тем, как себя ведет Азербайджан на Южном Кавказе. Призыв, что Россия – это мертвый лев или умирающий лев, и что надо договариваться с Западом, ясно. Мы когда-то понимаем, что Запад пытается организовать новый трубопровод НАБУКО, который пойдет через тюркские страны из Центральной Азии в Европу и сумеет организовать альтернативные пути поставки горюче-смолочных материалов для Европы. Я знаю о том, что в любом американском политологическом колледже учат, что достаточно обрушить курсы рубля и сделать так, чтобы баррель стоил очень дешево, чтобы Россия погибла, как погиб в свое время Советский Союз. Это неправильное ожидание, потому что Россия не Советский Союз. Россия – другое совершенно образование и по духу, и по типу, и слова, то, что она не готова воевать, а думать, теперь уже разбились, о реалии, которым полтора года. Россия готова умирать, и у России теперь свои новые мученики, которые каждый день, простите, погибают на фронтах. И если азербайджанцы говорят о шахидах, о святых, которые погибают за веру, то в России погибают, простите, действительно за веру и мусульмане, и христиане, и погибают, действительно, с оружием в руках, сражаясь. Поэтому Россия теперь уже, простите, с кровью своих новых мучеников готова жить дальше. Почему я к тому же призываю Армению, видите, я вам не говорю с твердого берега, я говорю, ровно еще там так, как живем мы сами. И поэтому наш враг, который не может справиться с нами на Украине, пытается распространить конфликт на Южный Кавказ. И маленькая Армения оказалась на острие меча, потому что это единственная возможность для НАТО ударить по России. НАТО наплевать даже на Турцию, не говоря про Армению. НАТО пытается организовать новый фронт и будет это делать. А еще НАТО пытается получить, как я вам сказал, энергоносители. Все остальное НАТО не интересует. Посмотрите, как они разобрались с Сирией, посмотрите на Ливан, который для всего, что не еще лежит фактически в руинах. Я более того вам скажу, Киссанжер даже Израиль считал, в принципе, необязательным государством. То есть то государство, которое может быть принесено в жертву. Даже Израиль, вы понимаете, что такое Израиль для Америки. Тем не менее. Поэтому, исходя из этого, не надо думать, что Запад кого-то будет защищать. И с точки зрения фронтов, организации фронтов, я вас отсылаю к мадридской конференции НАТО от 2022 года, на которой было решено превратить НАТО в планетарный булгок, у которого есть свои интересы даже в Тихом океане, Зара. В Тихом океане. Где Европа, где Тихий океан. Это планетарный конфликт. И то, что Иран действительно уже в рамках планетарной логики ответил по Израилю, только доказывает, что отныне будет весь Ближний Восток вовлечен в этот конфликт. И посмотрите на жестокость. Такого не было 50 лет подряд. 73-го года. Поэтому я думаю, что, к сожалению, никак затухнуть это не может. Утихнуть это точно не утихнет никак. Далее это будет распространяться вплоть до Центральной Азии и потом до Тихого океана. Мы это уже там наблюдаем. Северной Кореей, с Тайванью, с теми зонами конфликта, которые возникают. К сожалению, это ясно. Хотите доказательств? Пожалуйста, сегодня Сиярту, министр иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства Венгрии, звонил Абдуллахиану, Амиру Абдуллахиану, министру иностранных дел Ирана, с просьбой что-то сделать в Израиле. Все великолепно все понимают. А заметьте, что в Европе тоже сидят миллионы мусульман, арабов, турок и африканцев, которые тоже мусульмане в подавляющем большинстве, которые тоже смотрят на это очень неравнодушно. Поэтому конфликт, конечно, планетарный. И Африка здесь тоже будет задействована. Я закончу на том, что у НАТО вообще-то есть даже общая стратегическая концепция, которая называется концепция Леванта и Африки. Левант это Ближний Восток. То есть у них она единая для всей зоны Ближнего Востока и Африки. Так что ожидать приходится только разрастание конфликта. Я даже не говорю о том, что есть еще интересы оружейных лобби, что пушки заряжены, а оружие произведено. А если оно произведено, оно обязательно будет стрелять. Это непреложный закон войны. Многие эксперты говорят о том, что сейчас идет формирование нового многополярного мира. На Ваш взгляд, когда наступит этот новый многополярный мир или какое событие может ознаменовать его наступление? Если рассуждать в рамках Вашего вопроса о создании многополярного мира, я Вам отвечу очень коротко. Трофеи получают победители. В Пазарской конференции есть конференция победителей. Мир принадлежит по праву сильного тому, кто выжил. Если хотите, по-высоцкому, тот, кто будет жив, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Те страны, которые побеждают, потом придумают свою историю, свою логику. Что Азербайджану задело до того, что еще в Царской империи сто лет назад была карта, на которой изображалась Армения, но не было Азербайджана. Кто помнит об этом? Я, Корене Геваркян, еще несколько человек, больше никто. Поэтому любой победитель под себя переделывает историю. Американцы под себя создали организацию воененных наций на крови советских солдат. Я не могу даже сказать, что только на российской крови, потому что советский солдат был и армянином, и русским, и азербайджанцем, и казахом, но в результате бенефициаром стали Соединенные Штаты Америки. Это нефть и доллар, и все то, как мы жили после 1945 года. Поэтому обязательно в рамках того, что сказал Сергей Викторович Лавров на днях, мир будет перерисовываться, будет переделываться карта. Но делать это будут победители. А чтобы побеждать, необходимо опросить и входить в какой-то блок. Тот, кто стоит со стороны, тот, кто не участвует в конфликте, он заведомо проигрывает. Тот, кто не участвует, естественно, защищает свои интересы, а не в качестве агрессора. Как-то так. Александр Германович, большое вам спасибо за интересное интервью. Благодарю вас. Спасибо за это. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин